Август считается одним из самых травмоопасных периодов года на дорогах. Госавтоинспекция проводит комплекс профилактических мероприятий, чтобы напомнить и детям, и взрослым о правилах безопасности. Об этом будем говорить сегодня с нашим гостем. Присоединяйтесь к диалогу. Игорь Александрович Макушенко, начальник управления Государственной автомобильной инспекцией милиции общественной безопасности УВД Гомельского облсполкома. Подполковник милиции. Родился в 1977 году в населенном пункте Азераны Житковичского района Гомельской области. В 1998 году получил высшее образование по специальности правоведения, окончив Академию МВД Республики Беларусь. В 2011 окончил Академию управления при президенте Республики Беларусь. Начинал свою служебную деятельность в органах внутренних дел, следователем УВД администрации Центрального района города Гомеля. С марта 1999 служил на различных должностях в госавтоинспекции. Прошел путь от рядового инспектора ДПС до заместителя начальника управления Государственной автомобильной инспекцией УВД Гомельского облсполкома. С 16 марта 2010 года является главным автомобильным инспектором по Гомельской области. На вопросы, которые касаются деятельности областной ГАИ, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле 77 68 45. Здравствуйте, Игорь Александрович. Рады видеть вас у нас в гостях. Добрый день, уважаемые телезрители. Добрый день, Ольга. Игорь Александрович, скажите, сколько лет вы за рулем? Я получил право управления транспортными средствами еще в 1992 году. Это был категория А на мотоцикла. Когда исполнилось мне 18 лет, я получил право управления транспортными средствами на легковой автомобиль. Хотел сказать, что водительское устарение получилось больше 23 лет. И что запомнилось при получении, сдаче экзаменов теоретических и практических экзаменов. Тогда я был, можно сказать, Житковский, молодой паренек. И экзамен у меня принимал начальник межрайонного арестационного отдела. Тогда он был Александр Макарович Деркович. И потом, в последующем, он стал начальником Государственной автомобильной инспекции Хомельской области. Интересное совпадение. Судьбоносное, наверное. А на чем обычно ездите? В большинстве случаев я езжу на служебном автомобиле, потому что постоянно, круглосуточно, можно сказать, я на службе. И транспортное средство есть в личном пользовании, конечно же, личное транспортное средство, но в основном на служебном автомобиле, потому что и днем, и ночью мы на службе. Любите скорость? Скоростной режим я не люблю, я не преследую именно вопросы превышения скоростного режима, так как я, выезжая на дорожно-транспортные происшествия, очень часто, и анализируя причины и условия, которые совершаются в дорожно-транспортном происшествии, и вижу, что 80% дорожно-транспортных это все из-за скоростного режима. Ну, хочу сказать телезрителям, что, конечно же, при необходимости и выполнении служебного долга, служебных задач, которые ставятся перед Государственной автомобильной инспекцией, конечно же, превышаем скоростной режим, но в рамках разумного и в рамках обеспечения безопасности дорожного движения, и не только, будем говорить, участников дорожного движения, которые рядом едут, но, конечно, и себя. Игорь Александрович, а какая самая дальняя поездка, которую вам приходилось совершать? Самая дальняя, это было Краснодарский край Российской Федерации, полторы тысячи километров, что запомнилось, это, конечно же, усталость, в первую очередь. И когда замечал за собой, что устаю, я, конечно же, искал место отдыха, запарковывался и отдыхал. Пускай это будет 15-20 минут, но это отдых. Я всегда посмотрю и анализирую, вот вы задали вопрос, дальнее расстояние. Буквально вот в том месяце было дорожно-транспортное происшествие, это в Минской области, не у нас, в Минской области, когда, будем говорить, молодой человек ехал с отдыха, с Крыма, уставший, больше 12 часов проехал, больше полутора тысяч километров, и уснул, не справился с управлением, выехал за пределы прожжатчасти и перевернулся. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб его несовершеннолетний ребенок. То есть из-за своей беспечности, из-за, будем говорить, безлаберности, по-другому не можно сказать, пострадал его родной ребенок, он получил травмы, у которых потом скончался уже в больнице. Спасибо, Игорь Александрович. У нас есть уже первый телефонный звонок на сегодня. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Ваш вопрос, пожалуйста. Игорь Александрович, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, такой вопрос. Нарушения, которые фиксируются в виде фиксации, которые камеры появились сейчас в городе Гомеля, они как-то суммируются в общей сложности для дальнейшего наказания, например, лишения права, если там два нарушения больше 20 километров, и российские автомобили тоже как-то фиксируются, сообщаются в России эта информация или нет. Ответьте, пожалуйста, на мой вопрос. Спасибо. Спасибо за вопрос. Я отвечу, что у нас на территории Гомельской области установлено 36 стационарных камер фотофиксации. Вся информация, которая фиксируется, и превышение скоростного режима, она передается по электронным связям в центр фиксации правонарушений. Буквально в течение 3-4 секунд эта информация появляется в базе данных наших ГАИ-цент, так называемых. Если водитель неоднократно совершает превышение скоростных режимов, конечно же, письма счастья приходят, как у нас в народе говорят, необходимо их в обязательном порядке оплачивать, но из-за частого превышения скоростного режима водитель не будет привлечен к административной ответственности в виде лишения права управления транспортными средствами, потому что там минимальная по камерам фиксации за нарушение скоростного режима санкция статьи минимальный штраф. И я хочу сказать, что законодатель внес изменения еще около двух лет назад. Но для водителей хочу сказать, что если вы будете превышать скоростной режим и сотрудник госавтоинспекции зафиксирует превышение скорости, а потом в течение года повторно снова уже сотрудник госавтоинспекции остановить за превышение скорости, тогда будет уже статья 18.13, часть 4, где санкция предусмотрена лишение права управления транспортными средствами до 12 месяцев, либо административный штраф до 15 базовых величин. Игорь Александрович, и сразу очередной телефонный звонок поступает. Здравствуйте. Добрый день. Слушаем вас. Меня зовут Евгений, у меня два вопроса по теме. Первый. Почему убрали посты экологического контроля, и на наших дорогах каждая десятая машина дымит по дороге так, что ехать сзади просто невозможно? Спасибо. Я, как бы, вопрос не в адрес госавтоинспекции, потому что есть у нас структуры, которые следят за экологическими всеми вопросами. Но я отвечу так, что да, действительно, у нас где-то около 7-8 лет назад в составе подразделений, в штате подразделений госавтоинспекции, было экологическое подразделение. Но, будем говорить, не нашим вопросом это экологическое подразделение было сокращено. Сокращено оно было именно в Гомельской области первое, а потом последующее в других областных центрах. Этот вопрос мы поднимали на уровне управления ГАИ республики, чтобы пересмотрели вопрос. И действительно, экологическое подразделение, оно приносило пользу, оно контролировало вопросы экологии. Но вопросы экологии также возложены и на госавтоинспекцию. Но наши госавтоинспектора при осуществлении контроля за выпуском транспортных средств на линию или работе на линию совместно с природоохранными подразделениями работают. Наверное, видели водителей, что совместные рейдовые мероприятия проводим. Да, хотел бы сказать, что не очень часто. И я сам вижу при движении как по городу Гомель, так и по области, что частично есть такие транспортные средства, что дымят и тому подобное. Но каждое транспортное средство, хочу заметить, проходит государственный технический осмотр в структурных подразделениях, диагностях станций и тому подобное. Следующий вопрос прозвучит также от нашего телезрителя. Здравствуйте, мы слушаем вас. Добрый вечер. Добрый. Подскажите, пожалуйста, такой вопрос. Я инвалид второй группы. Могут ли меня лишить право управления транспортным средством? За какое нарушение? Уходя от столкновения, пересек сплошную линию. Я отвечу на ваш вопрос. Мы всегда, когда рассматриваем административные правонарушения, мы смягчающие и отягчающие обстоятельства, которые прописаны в статье 4.1.4.7 Кодекса административных правонарушений, и, видя должное лицо, видя, если есть смягчающие вину обстоятельства, то применяет меру административного воздействия в пределах санкций статьи. Если, например, вы пересекли сплошную линию разметки, это статья 18.14.8, где предусматривают ответственность в виде административного штрафа до 10 базовых величин, с лишением права управления от 3 до 12 месяцев, и, конечно же, когда смягчающие обстоятельства, то, что вы инвалид, то, что действительно вам необходимо эксплуатировать транспортное средство, то, конечно, должное лицо применит меру административного воздействия в виде административного штрафа. Спасибо, Игорь Александрович. В эти дни главное внимание, конечно же, детям, которые вернулись в города и должны адаптироваться к интенсивному движению транспорта. С вопросом, кто отвечает за безопасность детей на дорогах, к гомельчанам обратились наши корреспонденты. Давайте посмотрим. Мы родители сначала, сначала мы должны его научить, чтобы он боялся переходить один дорогу, ребенок. Это я так считаю. Я сейчас выступлю много. У меня вот правнучка, она знает, что на красный свет нельзя ни в коем разе идти. Она меня за руку держит и не дает мне пускать, не проходить. А потом уже все остальное. Должны вначале вкладывать все это родители, дети. Естественно, школа тоже вносит какой-то свой вклад, потому что там тоже есть предмет, обучающий правилам дорожного движения, как дети должны себя вести на дороге. Ну, естественно, первое закладывается все родителями. Как мы научим, так ребенок потом впоследствии будет себя вести на дорогах и будет знать, где можно переходить, где нельзя. Отвечать должны, по-моему, все трое. И школа, и ГАИ, и родители. Ну, родители в первую очередь. Я думаю, родители, вот, должны детям объяснять, рассказывать, вот, как дорогу переходить, что такое знаки светофора, вот, родители, школа, детский сад. Вот, и, я думаю, тоже работники автоинспекции должны какие-то лекции, занятия проводить в тех же самошколах, на телевидении, в печати. Думаю, так. Ну, понятно, дело, сотрудники автоинспекции. Все-таки это в их полномочиях. Ну, и непосредственно сами люди должны следить, особенно за детьми, если родители должны оградить детей от того, чтобы они не гуляли близко к дороге самостоятельно, пока дети не осознают той опасности, которую они могут предостерегать на дорогах. В первую очередь, я считаю, что родители. Потому что родители должны смотреть, чтобы ребенок не выбежал на дорогу. Также, ну, конечно же, ГАИ и милиция. Ну, чтобы все было как-то, и водители тоже должны смотреть по сторонам, чтобы детей не было на дороге. Родители. Это мое мнение, потому что я проработала учительницей всю жизнь. Так считаю, что должны родители отвечать. Правильно? А школа? А при чем школа? В школе он бывает 4 часа, а 20 дома. Нет, я за родителей. Родители, они должны, они постоянно с детьми, а в школе дети некоторое время только проходят. В общем, и там, и там должны, но родители должны больше уделять этому времени. Я думаю, что в первую очередь родители и школа, и сами, ну, например, что дети должны быть внимательны на дорогах. В первую очередь родители должны проводить с детьми расчистительную работу. А роль ГАИ? Ну, роль ГАИ. Ну, я думаю, если они в школах проводят акции, то это, конечно, безусловно, нужно. Игорь Александрович, а как бы Вы ответили на этот вопрос? Как распределяются обязанности трех сторон ГАИ, родителей и школы? Мое мнение, конечно же, я соглашусь с мнением и выступающих, которые говорили, это, в первую очередь, родители. Потом идут, это уже педагоги совместно с сотрудниками госавтоинспекции. Как у нас, в Республике Беларусь, и проводится. Потому что сотрудники госавтоинспекции, ну, может иметь и не педагогическое образование, а когда во взаимодействии с педагогами, это лучше, будем говорить, несовершеннолетнему, доведено будет те правила, которые должен соблюдать, основные правила дорожного движения. Расскажите, пожалуйста, что планирует предпринять госавтоинспекция вот эти дни перед первым сентября и после этой даты? Мы очень активно все лето, хочу сказать, работали с несовершеннолетними по вопросам безопасности дорожного движения, особенно в наших детских и оздоровительных лагерях. С учетом того, что 25 число наступило, и, как все уже знают и телезрители, через истовую массу информации, что проводится на территории Республики Беларусь, специальный комплекс мероприятий «Внимание, дети!» по 5 сентября. Сотрудники госавтоинспекции, в первую очередь, по нескольким направлениям, мы начинаем работать именно в этот период. Потому что, анализируя прошлые года и аварийность детскую на дорогах нашей области, мы видим, что всплеск идет именно в этот период. Первое, что мы начали делать, это обследование подъездных путей к школам. Начиная от дорожной разметки, от дорожных знаков, от ограждений, турникетов и тому. Сделать такие условия для детей, чтобы было безопасно, и ребенок не мог просто-напросто выйти на проезжую часть внезапно. Второе, это, конечно же, профилактика. Профилактика среди несовершеннолетних. Совместно, взаимодействие с педагогами, нас, управление образованием, мы тесно взаимодействуем с управлением образованием, в вопросах профилактики. Следующее направление, это техническое состояние автобусов, которые подвозят школы. Особенно в сельской местности. Потому что есть вопросы по подвозу именно к водительскому составу. На сегодняшний день мы 100% все транспортные средства проверили. Мы со всеми водителями провели инструктаж, как это требуют правила перевозки пассажиров. Все маршруты были обследованы. Дорожная патрульная служба. Следующее направление, это дорожная патрульная служба. Все наряды дорожной патрульной службы приближаются к учреждениям образования. Мы уже 25-го числа провели, 100% личный состав вышел и провели профилактическое мероприятие среди водителей о том, чтобы предупредили, что в 25-го числа начинается специальное мероприятие. Что необходимо, и правила дорожного движения прописаны, не рекомендуется, а в обязательном порядке необходимо в светлое время суток включать ближний свет фар. В соответствии с пунктом 166 правил дорожного движения. Кроме этого, мы обследуем и территорию, мы уже дальше пошли, территорию школы. В части того, чтобы не было ограждения, цельное ограждение, не было каких-то, будем говорить, подпольных, там, калиток и тому подобное, чтобы ребенок мог из дошкольного или со школы выйти без присмотра и попасть просто-напросто на проезжую часть. Минская ГАИ планирует 1 сентября дежурить возле школ? Мы еще немножко дальше пошли. Хочу сказать, что и 1 сентября однозначно с 7 утра мы уже будем во всех школах. Конечно, штат своих сотрудников господинспекции не может во всех школах присутствовать. Нам в этом помогают сотрудники органов внутренних дел. А именно непосредственно это инспектора по делам несовершеннолетних, это участковые сотрудники милиции, которые совместно будут и 100% во всех школах и дошкольных учреждениях будут посещать. Кроме этого, 2 числа хочу сказать водителям сотрудников господинспекции нашей области и снова с 6 утра выйдут 100%, чтобы снова напомнить водителям о том, что необходимо при приближении к опасным участкам, а я считаю, что это опасный участок, вблизи школ проезжать, соблюдали скоростной режим. Были очень внимательными. Конечно же, мы традиционно уже пятый год подряд разрабатываем за счет страховых организаций, средств других организаций, которые помогают материальными средствами, разрабатываем специальные расписания уроков, где прописываются основные позиции по соблюдению правил дорожного движения и каждому первокласснику, сельскими школьниками, именно для первого класса, вручим торжественные обстановки, первое сентября, расписание уроков. Чтобы ребенок утром проснулся и первое, что увидел, конечно же, родители спрашивают, какие занятия, и он увидел, что расписание уроков, а там будут основные позиции по соблюдению правил дорожного движения. Спасибо вам о том, как обучают дорожные азбуки самых юных пешеходов. О том, как пойдет речь, далее в нашем сюжете. Внимание на экран. В 151 детском саду города Гомеля сегодня необычайно тихо. Во всяком случае, по сравнению с тем временем, когда учреждение заполнено полностью, воспитанники старших групп уже готовятся к обучению в школе. Новые группы только набираются. Хотя без работы воспитатели не останутся. Уже более трех лет здесь, на практике, реализуется проект «Азбучные истины поведения на дорогах» по предотвращению детского травматизма. Даже в обычные дни кто-то машинки по полу катает, кто-то картинки раскрашивает, а кто-то вместе со взрослыми занимается игрой по правилам дорожного движения. В группе, которую посетила наша съемочная бригада, средний возраст воспитанников около четырех лет. Но основы ПДД они уже знают. Мирослав, скажи, пожалуйста, на какой свет светофора дети должны и взрослые переходить дорогу? На зеленый. Правильно, на зеленый. А для чего светофор существует на дороге? Чтобы дети и люди могли переходить дорогу. А светофор для чего? Что он делает? Какой он выполняет? Он регулирует движение на улице. Правильно регулирует движение на улице, чтобы и люди, и машины могли правильно переходить дорогу. Веселый светофор официально называется развлечением по правилам дорожного движения в младших и средних группах. По сути, это реальная возможность с помощью стихов и в театрализованной форме помочь детям запомнить дорожные знаки и воспитать у них культуру поведения на улице. Жил-был Петя Петушок, Петя звонкий голосок, Петя очень был упрямый, он не слушал папу с мамой, гулять на улицу пошел, на дорогу он сошел. Страшно Петя испугался, страшно Петя раскричался. Помогите, не могу! Не кричи, я помогу! Стоп, движение на дороге! Уноси скорее ноги! В сценарии веселого светофора придумала творческая группа педагогических работников детского сада. Причем это далеко не единственный проект, реализованный коллективом на протяжении только одного последнего года. Ко дню матери, например, родители пошили своим детям костюмы, но не простые, а такие, чтобы воспитанники были хорошо заметны в темноте. В июле поставили спектакль «Дорожная азбука кота Леопольда». В нынешней постановке среди главных героев – коза, курица и волк сотрудник ГАИ. Своя роль и у большинства из воспитанников. Красный свет нам скажет «нет», Сдержанно и строго. Желтый свет дает совет подождать немного, А зеленый свет горит, проходите, говорит. Света, фон, конечно, строгий, Он известен на весь мир, Он на улице с рокой, Самый главный командир. После окончания представления – несколько минут с настоящими сотрудниками ГАИ. Вернее, планировалось общение на несколько минут, А растянулось на значительно более продолжительное время. Кто из детей откажет себе в удовольствии не просто посидеть в милицейской машине, Но и понажимать на разные кнопки. Кто-то сирену включал, Кто-то по громкоговорителю свои знания правил дорожного движения демонстрировал. Которые, кстати, накануне нового учебного года стоит повторить и всем другим детям. В канун нового учебного года необходимо, Чтобы родители вместе со своим ребенком вспомнили о безопасности дорожного движения. Вместе прошли до школы и назад выбрали самый безопасный маршрут движения. Объяснили, как переходить дорогу, куда смотреть, Где ребенка может подстерегать опасность. И так несколько раз, для того, чтобы ребенок усвоил самый первый урок – урок безопасности. Вы смотрите «Диалог». Гость нашей студии – начальник областного управления ГАИ Игорь Макушенко. И мы принимаем в студии прямого эфира телефонный звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста, ваш вопрос. Вы уже в эфире. Мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Это агрогородок Терешкович Гомельского района. У нас на балансе ЖКХ имеется трактор. Для его содержания выделялось место на АО «Гомельская птицефабрика». Но трактор постоянно зимует и днеет возле дома, на зеленой лужайке. Все залито маслом. Как ни предъявлялись претензии, водитель и начальство нашего отделения никак не реагируют. Детям играть негде и никаких мер не предъявляется. Что нам делать дальше? Спасибо за звонок, Игорь Александрович. Спасибо. Сегодня же будут приняты меры. Сегодня сотрудники аппарата управления ГАИ выйдут на территорию Гомельского района, населенный пункт Терешковичи. Разберутся, почему нарушают эти вопросы и по парковке, и транспортное средство должно находиться именно на предприятии. С какого разрешения, кто из руководителей, мы разберемся, и письменно вам предоставим ответ, кто разрешил по месту жительства, тракториста, хранить это транспортное средство. Спасибо, Игорь Александрович. Мы видели в сюжете, сколько усилий прикладывают педагоги, сотрудники ГАИ к тому, чтобы научить детей дорожной грамоте, правилам безопасности. И очень жаль, когда все эти усилия оказываются тщетными. Ребенок видит, как переходит на красный свет дорогу его собственные родители. Скажите, пожалуйста, какие фатальные ошибки допускают дети на дорогах, что является причиной их травмирования в большинстве случаев? Я просто назову цифру. У нас на сегодняшний день 5 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних именно по вине их. Если посмотреть статистику прошлого года, то там было 15. То бишь эффективность работы госавтоинспекции во взаимодействии с педагогами, то же самое хочу сказать, и родители обучают своих детей и переходить в проезжую часть, и смотреть на светофорные объекты, не перебегая дорогу. А самые такие, как вы сказали, причины из пяти этих дорожно-транспортных происшествий это дворовая территория. В дворовой территории ребята, будем говорить, играют на детских площадках, выбегают просто из-за стоящего транспорта, и водитель просто-напросто и технически, и физически не может предварительно наезд на пешеходов. Последнее дорожно-транспортное происшествие, резонансное, которое было, оно несовершеннолетнее, только в Кармянском районе, когда при подвозе на автобусе школьницы, именно к школе, остановился водитель, школьница вышла из автобуса переходить в проезжую часть, и в это время совершаются наездные. Большая часть пострадавших детей в дорожно-транспортном происшествии это у нас на территории области из-за вины самих родителей. Потому что удерживающие детские сиденья не используют, бюстеры не используют. Все это думают родители или водители, что это для сотрудников госавтоинспекции. Я приведу дорожно-транспортное происшествие в городе Минске, которое было водителем, управляя транспортным средством, перевозил своего несовершеннолетнего сына. Имелся бюстер для перевозки, но он его не пристегнул. При совершении дорожно-транспортного происшествия ребенок пострадал. Когда сотрудники госавтоинспекции приехали и начали проводить и устанавливать причины и условия, мы просто-напросто увидели, что ребенок не был пристегнут. А это, хочу сказать, для кого это в правилах дорожного движения, в главном законе дорог прописывается. Это не для сотрудников госавтоинспекции, не для того, чтобы штраф оплатить. Это непосредственно, чтобы созданы были такие условия комфортные для безопасности детей при перевозке в транспортных средствах. Игорь Александрович, а что касается перехода не обозначенных пешеходных переходов, здесь как раз неделю назад к нам в эфир поступил звонок от телезрительницы, которая говорила, что на пути следования из школы, ребят, есть такой нерегулируемый пешеходный переход. Знает ли госавтоинспекция о таких переходах? Да, мы же до 25 числа обследовали все школы, 100%, которые находятся на территории Гомельской области. И вынесли предписание как дорожным организациям, так и коммунальным организациям для того, чтобы устранили недостатки в организации дорожного движения. Это были и внешний вид искусственных неровностей, которые возле школы не соответствовали. Необходимо было обновить. Также пиктограммы, которые наносятся на проезжую часть. Также надпись школа. Я хочу сказать, что все начальники территориальной ГАИ предоставили сведения, читались. Я всегда требую не только письменно, но и с фотографиями, чтобы это в реальности было устранено. И на сегодняшний день есть где-то около 15 школ, где они устранены. Но до 29 числа предписание, которое мы вынесли, контрольный срок. Если 29-го не будут устранены те недостатки, которые были изложены в предписании государственной автомобильной инспекции, то должностные лица, ответственные за исполнение предписаний, будут привлечены к административной ответственности и понесут административный штраф. С учетом того, что мы еще в комиссии по безопасности дорожного движения в сентябре месяце планируем рассмотреть этот вопрос. Профилактики детского дорожного трансформатизма на комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при Гомельском в основном исполнительном комитете. И там рассмотреть, я думаю, там меры, кроме административного, еще и примутся меры дисциплинарного воздействия к нерадивым руководителям. Спасибо большое. Дорогие друзья, присоединяйтесь к диалогу. 77-68-45, номер телефона прямого эфира. Мы продолжаем диалог в прямом эфире, говорим сегодня о безопасности дорожного движения, принимаем очередной телефонный звонок от нашего телезрителя. Здравствуйте. Здравствуйте, мы вас слушаем. Пожалуйста, задавайте ваш вопрос. Здравствуйте. Игорь Александрович, глубоким уважением отношусь к вам. Такая просьба будет. У нас вот на улице Ленинградской между Ильича и Димитрова четыре знака стоит, остановка запрещена. Четыре. Машин там всегда полно. Ну, людям надо приезжать на рынок, разгрузиться, загрузиться, все. С одной стороны, это неуважение к ГАИ, которые не обращают на это внимания. А с другой стороны, зачем они нужны эти лишние знаки там? Просто их, наверное, надо снять. И пускай люди ставят, приезжают с товаром своим и работают возле этого рынка. А то они увидят ГАИ, начинают пугаться, шарахаться, еще задавят кого-нибудь. Лучше бы вот разметку, это вот зебра, так? Нет уже зебры. А дети скоро в бассейн пойдут через Димитрова. Вот зебру эту поправили бы, нарисовали. И вообще, и возле Коминтерна такой же бардак, с этим знаком остановка запрещена. Смена кончается, мужья приезжают встречать жен, и троллейбусы начинают, а автобусы не знают, как объехать их. Надо что-то там решить. Вообще, я считаю, надо в городе ревизию знаков провести. Может быть, я говорю, половину надо поснимать, а половину, может быть, где-то в другое место перенести. Вот на это обратите внимание. Спасибо большое за ваше мнение, за ваш звонок. Игорь Александрович, нужна ли ревизия знаков в городе? Ревизию мы проводим ежегодно. В мае месяце мы даже проводим специальное мероприятие, контроль дорожный знак. Я хочу сказать, что по улице Ленинградской, в районе рынка, там реконструкция идет. И там будут добавляться парковочные места. Как только добавятся парковочные места, значит, эти знаки будут, конечно же, они уже и не нужны там. То, что по улице Ленинградской необходимо там поправить разметку. Я еще раз говорю, до 29-го, там вблизи, я знаю, школа есть. Однозначно до 29-го будет нанесена дорожная разметка и обновлена по пешеходным переходам. Кроме этого, мы по улице Ильича, хочу, уважаемый телезритель, сказать, что уберем 4-5 нерегулируемых пешеходных переходов. Просто-напросто. Потому что они просто создают неудобство водителям, притормаживают транспортные средства, а пешеходные потоки направим на регулируемые пешеходные переходы. Игорь Александрович, а в целом, какие еще есть ближайшие планы по изменению движения в городе Гомеле, коли мы уже эту тему затронули. Закрыто для движения улицы Кирова, там идут работы. Когда уже порадуете автомобилистов? Да, действительно, для телезрителей хотел бы сказать, что благодаря органам власти, непосредственно нашему губернатору Владимиру Андреевичу Дворнику, он выделяет огромные средства, потому что для того, чтобы улицу Кирова расширить, надо огромные средства. Он выделяет областного бюджета средства на расширение улицы Кирова. Улица Кирова откроется к дню города, к 11 сентября. На улице Кирова будет два кольца по три полосы в каждом направлении. Мы снимаем светофорные объекты. Я хочу сказать, что улица Кирова, это будет дублер улицы Советской. Еще раз хочу поблагодарить органы власти. Уже улица Советская в планировании расширение до трех полос. Кроме этого, Волотовская, Пролетарская, также планируется расширение четырех полос. Очень много, благодаря мэру города и также обусполкому, на сегодняшний день, я думаю, все жители города Гомеля и гости нашего областного центра видят, что предостаточно более 500 стояночных мест только в этом году остановок, парковок в центре города Гомеля устроены. Это огромная цифра. И выделять материальные средства для того, чтобы это все сделать, это огромное. Есть перспективы на дальнейшее внедрение вопроса организации дорожного движения непосредственно в городе Гомель. Конечно же, город Гомель – это второй областной центр нашей республики. И хотелось бы, чтобы по вопросам безопасности дорожного движения, сохранения жизни и здоровья людей, наш областной центр города Гомеля был на первом месте. Я уверена, что так и будет. Планы действительно грандиозные. Будем надеяться на их скорейшее осуществление. Игорь Александрович, дожидаясь возможности задать свой вопрос наш телезритель, здравствуйте. Добрый день. Слушаем вас. Подскажите, пожалуйста, мы как перевозчики, грузовики, не знаем, куда поставить. По всему Гомелю скитаемся, прячемся от ГАИ. Нам выписывают бешеные штрафы, а в то же время стоянок никто не предоставляет. И все перевозчики от этого страдают. А ГАИ говорит, что это не наше дело, разбирайтесь с кем хотите. Как быть в этой ситуации? Когда нам дадут какие-то парковочные зоны или места, или куда-то на нас припишут? Спасибо большое за звонок. ГОМЕЛИ транспортных организаций. И они с удовольствием ваше транспортное средство примут. Спасибо, Игорь Александрович. Уже не так много времени до окончания программы остается. Пожалуйста, вкратце. Охарактеризуйте основные тенденции, которые связаны с безопасностью дорожного движения на Гомельщине. Первое, что это, конечно же, посмотреть, и водители должны пересмотреть участие в дорожном движении. Это скоростной режим. Скоростной режим – это одна из первых причин совершения дорожного транспортного происшествия. Следующее – это нетрезвое состояние водителя. 44 дорожного транспортного происшествия совершено на территории Гомельской области водителями, которые находились в нетрезвом состоянии. 15 погибших. Следующее направление, которое мы работаем, это правило проезда нерегулированных пешеходных переходов. То есть водители нарушают, не пропускают пешеходов. Бывает, наоборот, пешеходы идут, не смотрят ни направо, ни налево, просто-напросто бегут под колеса транспортных средств. Вот эти три направления для сотрудников госавтоинспекции на второе полугодие – основные направления деятельности. И мы видим в нашей работе сокращение уровня аварийности на территории Гомельской области. Уже стабилизируется дорожная обстановка на сегодняшний день на дорогах нашей области. Если в первом полугодии был рост дорожно-транспортных происшествий по погибшим, по раненым, на сегодняшний день идет сокращение уровня дорожно-транспортного травматизма на территории области. Я хотел бы обратиться к участникам дорожного движения. Будьте взаимовежливы, будьте культурны, потому что культуры на наших дорогах, на дорогах Гомельщины не хватает. А если будет культура и будем соблюдать правила дорожного движения, то, конечно же, я однозначно и мое мнение, и я думаю, согласятся многие со мной, что наши дороги в Гомельщине небезопасны только при одном – соблюдать правила дорожного движения. Интересное мероприятие запланировано и госавтоинспекцией, в том числе на ближайшие выходные. Я бы хотела, чтобы вы проанонсировали его и пригласили участников. Думаю, что это многим сегодня будет интересно. Да, мы совместно с Федерацией велоспорта, с городским исполкомом организовали, будем говорить, по европейскому стандарту. Это для любителей велоспорта. Мы видим, что очень много сейчас передвигается на велосипедах. Это здоровый образ жизни. И мы, первые в Республике Беларусь, решили провести такое мероприятие. И если оно пойдет, и любители велоспорта, и граждане, и гости нашего города Гомеля будут участвовать в этом, мы будем проводить каждую субботу эту велосубботу, так называемую. И уже 29 числа в районе улицы Бульвара Гомельская правда перекрывается движение всех видов транспортных средств. И с 9 до 14 часов я прошу и приглашаю всех принять участие. Сам лично буду участвовать в этом мероприятии. Конечно же, на велосипеде. Спасибо большое, Игорь Александрович, за беседу. Спасибо. Это был диалог с начальником управления ГАИ УВД Гомельского облсполкома Игорем Мокушенко. Берегите себя. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова